С того момента, когда ребенок начинает выходить на улицу самостоятельно, без взрослых он становится полноценным участником дорожного движения. А значит, на него действуют правила и ложится ответственность за их несоблюдение. В последнее время число несовершеннолетних нарушителей ПДД выросло, как и аварийность с их участием. Совпадение? Вряд ли. За неполные 8 месяцев 2019 года в городе Иваново произошло 29 ДТП с участием несовершеннолетних детей до 16 лет, из которых 17 ДТП произошло на пешеходных переходах и 7 ДТП произошло по конкретной неосторожности самих малолетних участников дорожного движения. После аварии нарушитель обычно делает правильные выводы. Но чтобы предвосхитить опасную ситуацию, инспекторы ГИБДД проводят совместные с ПДН рейды. Выявляют подростковые нарушения, патрулируя город. Этот юноша попал в поле зрения полицейских при пересечении проезжей части на велосипеде. Нужно обязательно спешиваться. Объясню почему. Потому что в момент могут поехать машины оттуда, откуда совсем ты не ждешь их. Ты, соответственно, головой не будешь крутить, ты будешь смотреть все время прямо. Если ты куда-нибудь повернешь голову, ты либо упадешь, либо поедешь в не ту сторону. И это возрастает риск наехать на тебя, не дай бог, конечно, водитель транспортного средства. Новый учебный год для мальчика начнется с сообщения о его нарушении в школу и родителям. Пока без штрафа и постановки на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Но за повторное нарушение все это будет. Если несовершеннолетний участник дорожного движения будет и впредь нарушать правила дорожного движения, то там пишутся определенные дальнейшие справки и направляются уже в комитет по делам несовершеннолетних. Привлекаются также к ответственности родителей, что не объясняет своему ребенку правила дорожного движения. Близится сентябрь. По статистике один из самых опасных месяцев для несовершеннолетних пешеходов и велосипедистов. Ребята массово возвращаются с каникул в город, отвыкнув от движения. Да и для водителей их неожиданное появление может стать неприятным сюрпризом. Инспекторы ГИБДД советуют родителям наравне с покупкой школьных принадлежностей включить в подготовку детей к новому учебному году повторение правил дорожного движения, чтобы дорога в школу была безопасной.